здравствуйте друзья у нас сегодня такая тема почти философская начну я с того что расскажу вам на ночном хайвее расскажу вам ну сюжет такой да то что приключилась вот буквально вчера позавчера у нас есть студентка учится в онлайне и но наша соотечественница и сделали резюме она уже там на выпускной такой стадии там буквально через там три-четыре недели класс закончится может быть раньше мы уже делаем резюме и вот есть делаю резюме она мне шлет изменен измененную версию этого резюме потому что она знает что все изменения нужно согласовывать то есть не то что мы против на согласовать и шлет она резюме которая надо сказать что она у него было очень сильно ей сделали очень очень убойное резюме но она его с двух страниц свела до 1 сделала такой формат знаете трудно читаемый с целью уместить на одну страничку дать бывает вот так люди искусственно там ужимают становится трудно читать и пару буллетов она там добавила или там чего-то убрала чем добавил это совершенно несущественно то есть там как бы никак не повлияло ни на что но вот такое странное резюме и она пишет мне посмотрите пожалуйста я улучшила резюме и я ей говорю да я ей пишу что а почему ты думаешь что ты вообще в принципе в состоянии его улучшить но вот у тебя же нет опыта никакого и что ты хотел улучшить она мне говорит что вот значит там я решила сделать на одну страницу чтобы рекрутер мог за 15 секунд значит понять что у меня за резюме там и так далее я опять значит мы такой переписки я говорю а кто тебе сказал что нужно на одну страницу и кто тебе сказал по эти 15 секунд вот я сколько живу на свете ничего такого не слышно значит она мне опять отвечают что тут есть какая-то программа где она там живет значит и там вот есть какой-то у них значит коуч да такой трейлер айти кучу пойти для тех кто хочет искать работу войти он их значит там тренирует и вот он сказал этот коуч что рекрутеры айтишные рекрутеры представляете я даже не знаю это рекрутер имеется ввиду в рекрутинговом агентстве или какой-то рекрутер в эйчар департменте большой компания не знаю что он имел ввиду но он сказал что резюме приходит тысячами и у рекрутеров нет времени все это просматривать значит либо он за 15 секунд поймет что там что то есть такое требующее большего внимания либо он его значит там выкинет в корзинку поэтому нужно на одной странице поэтому нужно чтобы за 15 секунд было понятно там и тогда и последнее последним элементом нашей переписка было то что я искал послушай тебе предстоит выбрать до между тем чтобы следовать моим советам и каких-то вот там еще других людей но в чем что происходит на самом деле эта ситуация которая называется не в коня корму вот человек идет куда-то ну скажем в дорогой хороший ресторан ему подают там одно блюдо другое блюдо третье и он говорит что-то я вот подумал тут у нас бесплатная столовая здесь для холмлессов так вот я там покушала тоже вроде нормальное питание было там калорийно там все и значит человек имеет проблему и проблема это состоит в том что он не в состоянии выполнять несложные простые какие-то действия которые он взялся выполнять то есть ему все объяснили самом начале он приходит в такое место в котором специализируется вот по этой профессии 20 с лишним лет мы занимаемся этой профессии у нас прошли сотни многие сотни там людей через онлайн-класс через онлайн-класс проходит 500-600 человек в год и и делают какое-то резюме так и дальше она говорит а вот еще какие-то пацаны есть ну они же ну да она не хуже знают правильно они же даже может быть лучше знают они какие-то про 15 секунд я что хочу сказать этот человек который айти рекрутер это какая-то патология сказать людям что так много айти резюме что рекрутер там за 15 секунд должен просмотреть и так далее какой он нахрен айти рекрутер я не знаю откуда он взялся из какого пыльного угла каким мешком его долбанули в 50 когда это было вообще людей катастрофически не хватает какие резюме рекрутер за 15 секунд они найти людей не могут они ищут днем с огнем ребята вот которые на маркете они говорят боже там звонят хрен знает с чем вот ну человеку у которого там правда профайл на тестировщика ему звонят и на девелопера и на сис админа и на той они вообще людей найти не могут которые мало-мальски мало-мальски элементарно соответствует поиску вот они ищут программиста там на джаве и и не могут найти и они идут к тестеру которого где-то там написано джава потому что он там автоматизировал там с каким-нибудь селением там и джавы то есть он программирует конечно не может ну так и вот какой-то значит специалист я не знаю я думаю что это вот как бы одна из категорий людей которые впоследствии будут в претензии они скажут как же вот там тут специалисты говорят а эти говорят не то какое-то резюме на две страницы написали 15 секунд и кто-то еще что-то расскажет и опять расскажет это люди которые не в состоянии быть ведомыми быть ведомым когда тебя ведут очень важно я не то чтобы сам хорошие ведомые я честно скажу что я как бы уже настолько привык самостоятельно как-то решение принимать что я критически осмысляю тогда я я наверно способен но но мне это трудно вот и я я как бы понимаю эту эту часть но как бы если уже ты начинаешь заниматься чем-то о чем вообще понятия не имеешь то конечно надо следовать каким-то правилам иначе ты гарантированно пропал вот скажи мне что ты собираешься делать или да скажем скажи мне я не собираюсь следовать вот этим путем я тебя письменную расписку дам и скажу у тебя ничего не получится ты извини конечно но это твой выбор как бы спасибо большое за сотрудничество это не значит что чеку нельзя объяснить в какой-то момент ему можно объяснить рассказать ой ссори я хотел как лучше наверно так и есть что в этом непонятно дальше непонятно что еще этот человек сделает и в какой момент это произойдет и как он тебя подставит при этом и виноватым всегда будешь ты потому что он то ведь как лучше хотел ну ему он же не то что с улицы ему на каких-то бесплатных там какая-то программа для пик для беженцев или там для новых эмигрантов какая-то программа бесплатно и там какой-то айти рекрутер я себе представляю значит не вот ну чё же тогда получается поэтому я не не то что я жалуюсь на жизнь это этого нет я привык это не то что первый раз такой ли это единичный случай нет то есть люди благонамеренные хотят как лучше просто не понимают что делают и я рассказываю так тому чтобы задумались вот те из нас кто как бы хочет задуматься у кого есть настроение такое это не касается исключительно поиска работы это не касается исключительно там нашего студента или там еще кого-то но если ты взялся идти по которым по какому-то пути то ты должен идти по этому пути если ты рассчитываешь на результат или ты должен сказать себе я перестаю идти по этому пути потому что я понял что он никуда меня не приведет бывает вот я тогда перехожу на другой путь но вы не можете одновременно там тремя стратегиями двигаться потому что это значит вы ни одной стратегии не движетесь и для того чтобы менять стратегии совершенствовать там как-то и так далее нужно обладать достаточной квалификации но хотя бы на уровне тех людей которые вам помогают вот а наверное вот так в общем народ как у жванец когда тщательнее надо вот надо понимать что ты делаешь если ты не понимаешь что ты делаешь то конечно шансы на успех катастрофически снижаются и что собственно так и должно быть так и должно быть такой естественный отбор ладно счастливо и всяческих нам побед особенно тем кто не нарушает рецептуру следует по алгоритму и в общем как бы совершает правильное телодвижение счастливо